Рамил Калмурзин, игрок команды «Рубин». Рамиль, с дебютным матчем, новый турнир, как прошел матч? Коротко об игре. С подобным сопротивлением нам было встретиться, можно сказать, в первый раз. Мы действительно посмотрели, в чем нам стоит добавить. Эмоции только положительные. Все команды, что и наша команда, хочется выразить благодарность, что и команда соперника проявила характер. В общем, только положительные эмоции. Как можно оценить сегодня состояние газона и погодные условия? Сегодня был то солнце, то небольшой дождик. Как это сказалось на игре или нет? Команда соперника приняла очень гостеприимно. Поле в идеальном состоянии, ворота, мяч, не к чему придраться, выходи, играй. С какими целями «Рубин» выходит на новый турнир, UFL 3? Какие цели у команды? Ну, первая цель – это развитие. Ну, я думаю, каждый игрок, каждая команда хочет заниматься как можно выше и забивать как можно больше голов. Спасибо большое. Удачи в дальнейших матчах. Александр Иванович, коротко о матче. Как готовились к игре? И что получилось, что не совсем? Ну, подготовки такого ничего особенного. В принципе, так же, как и обычно. Турнир интересный для наших ребят. Такой впервые уровень соревнований. Где-то сказалось волнение. Пропустили быстрый гол. И из-за неудачных действий игроков. Недисциплина, неорганизованно сыграли из-за того, что волновались, я думаю. Но потом этот момент прошел. И во многих моментах сыграли достаточно организованно. Не давали сопернику создавать голевые моменты. Старались это делать. Ну, и не завершили, наверное, голами то, что создали сами. Ну, и, наверное, поле еще тяжело было. У ребят началось сводить ноги и так далее. Вот, непривычно. А так, очень интересный, хороший матч. Соперник очень сильный. С такими играть одно удовольствие. Все, спасибо большое за комментарий. Удачи на ленинградском матче. Александр Хорин, главный тренер Краснодара из UFL3. Александр Николаевич. Коротко о матче. Как сложилась игра? Сложилась, как мы предполагали, очень сложно. Потому что для этих ребят UFL это новый турнир. И он совсем в другом формате проходит, нежели не до этого играли в чемпионатах России. Но прошел напряженно, особенно с началом второго тайма, когда у нас удалили игрока. В первом тайме до пропущенного гола игра более или менее складывалась. По тем, как мы тренировали ее, те эпизоды игры, которые мы доносили, до них получалось. Что-то получалось. После пропущенного гола немного ребята заволновались и стало сложнее. Могли еще пропустить, хотя могли и забить до этого. Но это часть игры, без этого никак. Ребята молодые, волнение присутствует. Во втором тайме сделали коррективы. Но удаление чуть, не чуть, а сломало то, что мы хотели сделать. Но в десятером, девятером уже на футбольном поле ребята справились с задачей. Не просто отбивались или просто удерживали счет. Даже при пропущенном голе в меньшинстве мы добились результата. И причем при более или менее качественной игре, которую мы хотим видеть от них. Есть над чем работать, естественно. Потому что много изменений у них произошло. И много информации мы донесли. Поэтому ждем, что они будут прогрессировать от игры к игре. И немажливого факта, что, как у меня в последнем матче спросили с Рубином, когда мы ФЛ-2 заканчивали, важен ли этот турнир для нашего футбола? Очень важен. Потому что мы имеем каждую неделю конкурентоспособную игру для развития всех ребят, которые в России есть. И это очень здорово. Можете прокомментировать физическую форму игроков, в том числе после матча? В каком состоянии находятся ребята? Ну, физическое состояние мы улучшаем. Мы прошли определенные сборы, которые подразумевают, что они должны выйти на какой-то пик, но чуть-чуть позже. Физическое состояние нам в данной конкретной игре нам понравилось. Но возраст такой, что кто-то чувствует себя лучше, кто-то выходит и чувствует себя менее хорошо. Все от физиологии, они растут в пубертатный период. Поэтому там очень сложно. Это не один спортсмен, когда ты его гонишь и понимаешь, все, тут 30 человек, 25. И нужно всех подогнать под одну струнку. Такого не бывает. Поэтому плюс-минус в общей командной форме. Физическое состояние удовлетворительное. Спасибо большое за комментарий. Удачи в дальнейших матчах. Спасибо. Павел Голубков, игрок команды «Краснодар Ю-15». Сразу после матча, Паш, с победой, наверное, со сложной победой. Как можешь прокомментировать игру? Ну, мы с товарищами долго готовились к этой игре. Поначалу вроде все шло хорошо, но из-за пропущенного гола, возможно, чуть пошло не по плану, но потом собрались и команда смогла одолеть соперников. Ты сегодня забил с пенальти. Можешь ли прокомментировать как-то свое празднование, что это было? Конечно. Ну, я своему другу пообещала, если гол забьют, то для него отпраздную гол. Получается, гол ты посвятил своему другу, правильно понимаю? Да. А как можешь оценить свое физическое состояние после матча? Все-таки играли в меньшинстве значительное количество времени. Ну, было непросто, но чувствую себя такая приятная усталость. Ну, довольно, в принципе, отличное состояние. И давай заключительный вопрос. В первенстве России ты играл под седьмым номером, такой знаковый номер, наверное, все-таки для игрока. В UFL-3... Тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. В UFL-3 ты играешь под номером 65. Почему? Почему сменил номер? Ну, за этот номер я еще с самого начала, когда только начинал играть вообще в футбол, я играл под этим номером, ну и решил этот номер взять себе еще раз. Все, спасибо большое за комментарий.